МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Нашу программу мы сегодня посвящаем женщинам. Дорогие наши слушательницы, юные и пожилые, девушки, женщины, мамы и бабушки, спасибо за то, что вы есть, спасибо за радость, которую приносите собой своим родным. Спасибо Богу за ваше терпение и доброту, любовь и радость, сердечность, отзывчивость и чуткость. Немецкий философ Шупенгауэр сказал, без женщины в начале жизни мы были бы лишены помощи, в середине наслаждения, в конце утешения. Далее особо несколько добрых слов нашим мамам. Когда стареют матери у нас, мы видим вдруг, что срок земной не вечен, что потускнел когда-то зоркий глаз, спина согнулась, опустились плечи, и ласковая, добрая рука покрылась сетью жилок и морщинок, и седина не только на висках, и поступь ненадежна, как суглинок, и хочется отдать родимой честь за жизнь семье, подаренную ею, сказать спасибо, мама, что ты есть, спасибо, что тебя еще имею. И, окунувшись в память и родник, ее глазами в прошлое проникнул, увидеть, как наш самый первый крик ловила мать сама от счастья вскрикнул. Наш первый вздох, наш первый жалкий всхлип был ее впитан, навсегда с ней слился, и поцелуй ее, как монотип, на лобике у нас запечатлился. Взглянув на запись прожитых страниц, увидеть свою маму на коленях, пред Господом склонившуюся ниц, скрипившую цепочку поколений. Когда-то так молилась ее мать, и так потом молились ее дети, и внуки тоже будут повторять живой пример из глубины столетий. Отрадно знать, что мать пока что здесь. Ей честь отдать еще дана возможность за то, что через нее благая весть до нас дошла сквозь град учений ложных, за то, что, невзирая ни на что, она нас правде Божией учила, а за грехи, коль уж пошло на то, бывало, что и розги не щадила. Почтим ее за то, что до ума нас довела она своим терпением. Достойна чести христианка-мать, как женщина с высоким назначением. Она уйдет, но это далеко, пока же срок и ей, и нам дарован. Как хорошо нам с нею и легко. Останься с нами, мама, будь здорова. Ночь глубокая, тихо стоят сады, Только ты не спишь, мама моя. Слышу шепот глуп, все повторяешь ты В жаркой мольбе своей, имя мое. Слышу шепот глуп, все повторяешь ты В жаркой мольбе своей, имя мое. Что бы делал я, если бы не было Мама, ты меня к Богу направила И в церковь Божию меня привела Мама, ты меня к Богу направила И в церковь Божию меня привела На лице твоем с детства знакома мне Жизнь оставила горя следы Часто так своим непослушанием Ранил, не думая, плакала ты Часто так своим непослушанием Ранил, не думая, плакала ты Седина уже на висках твоих Знаю, милая, все это я Но прошу тебя, мама, прости меня Что причинял тебе горе прости Но прошу тебя, мама, прости меня Что причинял тебе горе прости Пусть воздаст Господь Всем нашим матерям По молитвам их За всех детей Чтобы в вечности Мамы увидели Всех сыновей своих И дочерей Чтобы в вечности Мамы увидели Всех сыновей своих И дочерей В продолжении для вас звучит Рассказ Анжелики Ракинсовой Встреча Скажите, часто ли вы вспоминаете свое детство? Лично я нет Наверное, потому что расстояние между мной ребенком И мной мужчиной Увеличивается с каждым днем Я поглощен проблемами и вопросами Которые нужно решать сегодня современному мужчине Но все же Есть один эпизод Который я вспоминаю намного чаще Чем другие Потому что он сыграл в жизни нашей семьи Поворотный момент Дорога, по которой мама утром Водила меня в детский сад Проходила мимо старой церквушки Несмотря на то, что на нашем пути Встречалось много всего интересного Этот объект Особенно привлекал мое внимание Каждый раз, проходя мимо ворот церкви Я ощущал некую таинственность За обветшалым ограждением Поповских владений Так называли это место в нашем городе Казалось, сделай я шаг на ту сторону И произойдет какое-то чудо Но по утрам маме было некогда А вечером мы не всегда возвращались домой Этой дорогой Самым удивительным было то Что у церковных ворот Всегда сидели какие-то люди Я помню молодую женщину С ребенком на руках Рядом с ней ящик На котором лежит кусочек булки Мне было ее жалко Потому что у нее Был очень печальный вид Когда я проходил мимо нее То опускал глаза Будто что-то искал на асфальте Потом снова устремив свой взгляд вперед Я почти нос к носу Сталкивался с пожилым мужчиной Ветхая одежда Едва прикрывала его худое тело В руках он держал подобие шапки В которой лежало несколько монет Это были завсегдатай А в основном народ менялся Поэтому мне всегда было интересно Кто же новенький сегодня появится У церковного забора Проходя мимо нищих Так называла их мама Мы всегда что-то давали им То копейку То чего-нибудь поесть Я хорошо запомнил То солнечное весеннее утро Когда после болезни Вновь пошел в садик Полторы недели Я не ходил с знакомой дорогой Поэтому улыбался И мысленно здоровался С переулками, киосками, встречными собаками Подмигивал Проносящимся мимо автомобилем Сейчас это кажется смешным Но когда тебе всего лишь 6 лет То все очень даже серьезно Мы приближались к церкви Так что же сегодня здесь нового? Подумал я В припрыжку догоняя маму То, что предстало пред моими глазами Так впечатлило меня Что я остановился на месте Возле ворот церкви На каком-то невообразимом стуле С огромными колесами Сидела старушка В отличие от остальных Она была прилично одета Аккуратно причесана И улыбалась Она улыбалась мне Мама, это что, велосипед для взрослых? Изумленно спросил я Не сводя глаз со старушки Нет, это инвалидная коляска Торопливо ответила мама И совсем не кстати ускорила шаг Пойдем, а то опоздаем А что такое инвалидная коляска? Это такое приспособление для тех Кто не может ходить Коротко сказала мама Давая понять, что с этим все ясно А у меня в голове роилось столько вопросов Почему эта старушка не может ходить? Откуда она приехала? Как она передвигалась? По пешеходным дорожкам Или по проезжей части? Как управлять этой самой коляской? Придется все это выяснить вечером у папы Подумал я И, оглянувшись назад Помахал старушке рукой За ужином Папа мне все обстоятельно объяснил Незаметно для всех Я спрятал предназначавшееся мне пирожное Решив, что утром угощу им свою новую знакомую Наверное, это было самое печальное утро моего детства Когда мы еще только подходили к ограде И я понял, что моей старушки нет Настроение у меня испортилось Ноги начали резко замедлять ход Ты чего? Удивилась мама Крепко сжимая мою руку Почему-то старушки на коляске нет Не переживай Может быть, завтра будет? Не совсем понимая мою печаль Сказала мама Лишь бы пирожное не помялось Подумал я Успокоившись И чуть веселее зашагал дальше Бережно неся пакетик с пирожным Но ни завтра Ни послезавтра Ни через три дня Моя знакомая не появилась Пирожное пришлось съесть на полдник Мой друг Вовка сказал, что оно скоро уже испортится Ведь прошла почти неделя Потом у меня был день рождения Потом выпускной в детском саду А потом я на все лето уехал к родственникам в другой город С первого сентября Мой утренний маршрут был совсем другим Школа находилась в соседнем дворе И мама только в первый день отвела меня в класс Как и положено всем родителям первоклашек На следующий день после занятий Я решил дойти до поповских владений Все еще надеясь на встречу со старушкой Уже издали я увидел ее И запрыгал от счастья Сам не понимая, почему Так рад этой незнакомой старой женщине Но это было неважно Здравствуйте Я знал, знал, что мы увидимся Куда вы исчезли тогда? Я начал вам пирожное А потом мы с Вовкой его съели Вы не обижаетесь? Конечно нет На удивление звонко Совсем не постарчески Рассмеялась старушка Я тогда немного приболела А потом все лето ждала этого дня Как тебя зовут, золотой мой? Павлик, а вас? Нина Петровна Вот, возьмите бутерброд Немного смутившись Я протянул ей сверток Ну я пойду, а то мама будет беспокоиться А завтра снова встретимся, да? Нина Петровна утвердительно кивнула головой И я помчался домой На следующий день я принес ей кипу своих любимых книжек Подумав, что скучно сидеть вот так весь день Сентябрь в тот год выдался очень теплый и сухой Я каждый день прибегал к церкви И рассказывал бабушке о своей школьной жизни О друзьях, о радостях и неудачах Она очень внимательно слушала и ласково улыбалась Иногда я замечал в ее глазах бусинки слез И все хотел спросить Почему они рождаются? Нина Петровна, а у вас дети есть? Спросил однажды я, будучи уверен Что у каждого человека на земле должна быть семья Есть Тогда почему вы тут? Мама говорила, что здесь сидят те, у кого нет родных И кому нечего надеть и поесть А вы меня угощаете и всякой вкуснятиной И пальто у вас красивое Ну что ж, слушай Так случилось, что 15 лет назад у меня отказали ноги Я не могла сама ходить Потом сердце стало болеть Врачи опасались за мое здоровье Меня нельзя было оставлять дома одну А сын мой Андрюшенька тогда и работал, и учился Домой приходил поздно ночью и уходил рано утром Вскоре стал часто ездить в командировки Ему все время приходилось кого-то просить посидеть со мной И вот однажды он сказал Что меня можно пристроить в дом престарелых Это такой дом, где живут такие же старенькие и больные люди, как я Помню, всю ночь проплакала, но согласилась Здоровье совсем стало никудышным Сынок сначала по выходным приходил, по праздникам А потом все реже и реже Однажды мне было совсем плохо Была без сознания И врачи вызвали сына попрощаться со мной Он постоял возле меня Сознание так и не пришло Потом он уехал работать в другой город Через некоторое время я вдруг стала поправляться Врачи говорили, что Бог сотворил чудо со мной Ухаживала за мной молоденькая медсестра Оленька Мы с ней подружились Сейчас я живу у нее Могу обед приготовить, пыль вытереть Только Оленька мне не разрешает Бережет меня А сюда тоже она меня привозит Я попросила Может, Андрюшу своего встречу По старому адресу он не проживает и меня не ищет Видимо, не нужна Хоть со стороны посмотрю, если повезет Вот такая жизнь золотой мой Моего папу тоже Андреем зовут Только он у меня хороший Он говорит, что наша бабушка умерла, когда я еще не родился А вы не плачьте Я сегодня спрошу у мамы Может, она согласится, чтобы вы стали моей бабушкой Но я побежал Дома я привел несколько весомых доказательств того, что Нина Петровна должна стать моей бабушкой Во-первых, ее сына тоже звали Андреем Во-вторых, будет кому за мной присматривать В-третьих, у нас большой коридор и есть свободная комната Почему-то ни маму, ни папу это не впечатлило Но я не терял надежды и уговорил родителей вместе со мной в субботу сходить к старушке Просто так В субботу я соскочил раньше всех Только бы она пришла, только бы ничего не случилось Все утро переживал я Наконец, мы втроем вышли из дому Я всю дорогу бежал впереди Не дойдя метров десять, папа остановился И стал всматриваться в лицо женщины, сидевшей в коляске Я потянул папу за руку Папа, это моя Нина Петровна, идем Да-да, иду Чуть слышно проговорил он Я взглянул на старушку Она пристально смотрела на моего папу По ее щекам текли ручейки слез, пересчитывая по пути морщинки Папа подошел совсем близко и опустился на колени перед старой женщиной Мы с мамой замерли в недоумении Прости меня, мама Прости, пожалуйста, мама Он стал целовать руки Нины Петровны и вдруг на взрыв заплакал, совсем как маленький А она гладила его по голове и приговаривала Слава Богу, слава Богу Мама, папа Это первые слова, которые произносит ребенок Неумело, смешно произносит, но для родителей они звучат как музыка Немного позже дети говорят хорошо и отчетливо добрые слова Мамочка, папочка Дальше они переходят в короткое «ма» и «па» Потом в разговорах молодежи слышишь другие слова Старики, предки, родаки Кажется естественным почитать тех, кто не только дал нам жизнь Но и заботился о нашем росте, воспитании, обучении, здоровье Но жизнь сегодня такая, как она есть И всем известно, что родители страдают от недоброго отношения своих детей Старые и немощные становятся ненужными своим детям А дети, забывая, что сами будут такими, пренебрегают законом посева и жатвы Пятая заповедь из десяти звучит так Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе И далее в Библии мы встречаем много повелений относительно почитания родителей Во второзаконии 27.16 читаем «Проклят злословящий отца своего или мать свою» В притчах 23.22 сказано «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет» Пренебрежение родителями заключается и в том, что дети заботятся об их нуждах из одолжения, а не из любви Также часто случается, что всю заботу возлагают на одного из детей Тогда как ответственность всех детей заботится о родителях Несмотря на то, живут ли родные рядом или далеко, вопрос ответственности остается в силе И если это требует времени, денег, энергии, то послушание этой заповеди Божьей даст вам награду Да, старость не делает людей более терпеливыми, милыми или симпатичными Большинство в старости сохраняет те же качества и черты характера, которые были у них в молодости Любезная 40-летняя женщина не менее любезна и в 80 лет Капризный, эгоистичный 45-летний мужчина остается таким же и в 70 лет Но тем не менее, мы должны заботиться о престарелых родителях, несмотря на то, приятны они или нет Пророк Михей осуждает семьи, где сын позорит отца Дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей 7 глава 6 стих Трудности и конфликты неизбежны Но остается фактом то, что дети несут ответственность за судьбу престарелых родителей В Библии нигде нет слов, почитай родителей, если они того заслуживают Эта заповедь не имеет никакого отношения к поведению родителей Мы не можем влиять на их поведение, но можем влиять на наши отношения к ним И наши отношения должны быть уважительным и почтительным Заповедь «Чтить отца и мать» столь же трудна для исполнения, как и любая другая Она требует жертвенности Чтить родителей не значит только помогать деньгами и вещами Чтить значит почитать за ценность их жизнь Дорожить тем временем, что им осталось Согреть их сознанием того, что они нужны Что дети не ждут их смерти И еще одна важная деталь Заметьте, это единственная из десяти заповедей В которой указана связь между ее исполнением и последствиями Чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле Что же нужно делать нам сегодня, чтобы молодые люди знали заповедь Божью И уважали и заботились о своих родных? Ответ на этот вопрос простой Родители сами должны научиться почитать Бога, своего небесного Отца Избрание Бога, его ценностей Это избрание жизни, наполненной счастьем Разумными целями, гармонией и вечным смыслом Внимательное изучение заповедей и желание жить согласно с Божьими ценностями Открывает свет истины для каждого человека И приводит к пониманию того, что осмысленная, счастливая и наполненная жизнь Вне Бога невозможна Мне не забыть счастливый домик детства К нему зовет знакомая тропа Не думал я, что есть на свете средства Чтобы разлучить нас в жизни раз и навсегда Отца не знал, ушел, свеча погасла Что потерял, был мал, не понимал А мать одна из-за отца согласна Вам дети Бог отца и мать с любовью дал Есть на свете две свечи Папа, мама, это вы Мы спокойны, если вы рядом Мы вам жизнью всей должны Никому так не нужны Вы спокойны, если мы рядом Водой студеной светится, кренится Родник любви, как в зеркале лицо То жизнь моя на крыльях ветром чится Мне не изменит память детства моего Я помню, мама за меня молилась Когда мне было трудно и легко Мой отчий дом, к нему святая сила Всегда влечет меня, где каждый день светло Есть на свете две свечи Папа, мама, это вы Мы спокойны, если вы рядом Мы вам жизнью всей должны Никому так не нужны Вы спокойны, если мы рядом Вечер обнял небольшой городок Своими мягкими темными крыльями Поет сверчок, где-то лает собака Звонит телефон Но мужчина лет пятидесяти Ничего этого не слышит Он сидит за письменным столом И то, как он нажимает кнопки клавиатуры Можно определить, что компьютер для него Дело еще не полностью освоенное Но это не важно Пусть это будет долго Но он напишет то, что так давно Хотел написать, о чем думал И что носил в себе уже долгое время На экране появляется заглавие Письмо моим сыновьям А далее очень простой и трогательный стих Когда родился ты на свет, мой сын Я рядом был Страдания матери твоей И я сердцем разделил Своим ребенком и женой Был я безмерно горд Тебе дал имя я свое Ты мой продолжишь род Знай, сын Каким бы ни был ты Хоть узник, хоть герой Мой дом всегда тебе открыт Ты все ж ребенок мой Тебе я помощь окажу Всегда по мере сил И никогда не откажусь Возлюбленный мой сын Надеется, душа моя Однажды скажешь мне Отец, родился снова я В Спасителе Христе Слова знакомые тебе Он скажет в тот же час Их слышал в счастье и в беде Ты от меня не раз Какой бы путь не выбрал ты Какой не шел тропой К спасенью путь всегда открыт Возлюбленный сын мой Представляем вашему вниманию Советы отца своим сыновьям Их автор Майкл Перл Озвучивает Юрий Водолажский Дорогие мои сыновья Я не знаю, что принесет завтрашний день Но согласно Библии Это будет тяжелое время для семьи Если Бог продлит его Достаточно для того, чтобы вы женились И начали воспитывать детей У меня есть для вас несколько советов Во-первых, знайте, что девушки На которых вы женитесь Будут матерями ваших детей на всю жизнь Поэтому нет ничего важнее Для будущего ваших детей Чем выбор спутника жизни Отношения между мужем и женой Влияют на детей больше, чем что-либо другое Супруги могут притворяться И скрывать свои отношения друг от друга Но они не смогут спрятать Последствия таких отношений от своих детей Помните, сыновья Другое не может помочь женщине Повозку по жизни В упряжке должны быть двое, равные по силе Второе качество, которое я советую вам искать девушке Это умение быть довольной Некоторые не придают этому значения Но я не могу не выделить его ценность и практичность Девушка, всем недовольная до замужества Не станет внезапно довольной после него В жизни у каждого есть свои проблемы и невзгоды У нее тоже И если она жизнерадостна Значит, она научилась справляться с ними Научилась довольствоваться тем, что есть Всегда помните Никакой мужчина не сможет Сделать недовольную женщину радостной Такая не найдет радости Ни в испытаниях замужества Ни в материнстве Если она еще научилась Обидами и слезами Манипулировать людьми Добиваться таким способом своего Для вас такая жена Станет гирей и цепью Это качество Обнаруживает себя легко В ситуации, когда кто-то делает не так, как хочет девушка Следующей чертой Должна быть благодарность Когда девушка неблагодарна своей семье или обстоятельствам Смена среды не сделает ее благодарной Благодарность в данном случае предполагает не действие, способное разрушить семью А искреннее выражение сердца Избегайте, сыновья, капризной, неблагодарной, недовольной девушке Главное запомнить, что темперамент и характер не улучшаются после замужества Свобода закрепленного в браке союза разрешает открыть настоящие чувства Поэтому, ребята, замечайте, каково отношение девушки к своему отцу Не важно, каким он был семьянином Если она восстает против него Против вас она восстанет с большей силой Если она говорит с ним или о нем без уважения Точно так же будет поступать с вами Хорошо, если вы обнаружите, что ваша избранница – трудолюбивый человек Не женитесь на ленивой, инертной девушке Даже если она красива Красота от времени и безделья поблекнет Лицо женщины, постоянно лежащей в постели Обрамленное в растрепанные волосы И украшенное ворчанием и лениво надутыми губами Что может быть хуже? Избегайте ленивой девушки Если она ожидает, чтобы вы ее обслуживали Пусть выходит замуж за официанта Избегайте девушки, влюбленной в свою внешность Лучше жениться на простенькой, умеющей любить и жаждущей любви Чем на той, которая будет часами ухаживать со своей вянущей красотой Жизнь огромна Полна всего во всяком возрасте Не стоит тратить ее на женщину Которая, забыв о муже и детях Будет поглощена жалостью к себе Рассматривая в зеркале признаки старения Избегайте, как болезнь, девушку Которая намерена строить свою карьеру вне дома Жена должна быть вашей помощницей И еще любовь к детям Девушке, которая не захочет захламлять свою жизнь детьми Когда-то суждено испытать глубокую боль Потому что она идет по угрюмой дороге страданий А я хотел бы, чтобы в один прекрасный день Волей Божьей у вас были дети, рожденные вами А сейчас я бы хотел поговорить с вами, сыновья, о том Как быть хорошим отцом Пока вы молоды, нет жены, нет детей Делайте то, что делает все творение Божье Готовьте гнездо для их прибытия Планируйте вашу жизненную профессию так Чтобы присутствовало ваше отцовское влияние Отцы, поглощенные только работой Будут хорошими работниками, но плохими мужьями и отцами Вдумайтесь Если вы будете владеть всем миром И при этом потеряете душу ребенка Какая из этого польза? Некоторые люди, много работая и отсутствия в семье Говорят, что они это делают для своих детей Чтобы обеспечить их хорошее воспитание и так далее Почему же тогда дети этих трудя никогда не оценивают их жертв? А порой даже гнушаются и показывают презрение к отцовскому старанию Причина в том, что детей не обмануть Они воспринимают отсутствие отца как отсутствие интереса к ним Они видят, что отец получает больше удовольствия от своей работы, чем от общения с ними Воспитание, нужное вашему ребенку, не может быть куплено в универмаге за деньги, заработанные вами в сверхурочное время Оно покупается часами, проведенными отцом в совместных занятиях с детьми Это будет лучшим временем в жизни ваших детей Как только родится ваш первый ребенок, начинайте сразу быть отцом Освободите уставшую жену на пару часов Возьмите малыша и позаботьтесь обо всех его нуждах Отдыхаете или читаете, положите ребенка на колени Хотя я проводил с вами, младенцами, много времени Я всегда говорил вашей маме Они твои до тех пор, пока не могут следовать за мной на улицу Когда смогут, они будут моими Берите малышей с собой на прогулку Исследуйте и познавайте мир заново с каждым из них Запомните важный принцип Чем больше времени вы будете проводить с детьми, делая совместные дела Тем меньше будет проблем с дисциплиной Ребенок, который души не чает в своем отце Захочет его радовать во всем Вы для него будете лучшим другом на все времена Не откладывайте на потом ваше отцовство Помните, что дети, заброшенные отцом, чувствуют себя отвергнутыми и ущербными Ребенку нужен отец Его постоянное присутствие с детьми возможно сравнить с сияющим солнечным светом Необходимым растению для здорового роста Никогда не успокаивайтесь на духовном воспитании детей только матерью Даже если она делает это отлично Иначе дети будут уверены, что религия – сфера для женщин Вечером, когда укладываете детей спать, читайте им и молитесь с ними Не оберегайте их от жизненных испытаний Ставьте детей перед жизненными проблемами и учите преодолевать их Не оставляйте своих мальчишек только на маму или класс, где почти все девочки и женщины Ваши сыновья должны видеть настоящих мужчин, при этом в деле Адам родил сына по своему подобию Вы тоже будете иметь дочерей и сыновей и тоже по своему подобию На вас, земных отцах, лежит ответственность научить их нести в себе образ небесного Отца Рожденный в вашем подобии должен быть рожден заново, чтобы соответствовать образу Христа, Сына Божьего Это колоссальное стремление, но в нашем распоряжении райские ресурсы Если вы сами научитесь понимать, что мудрость дается по просьбе Любовь – единственная, всеохватывающая заповедь Мое Я – наш лютый враг Библия – единственный источник воспитания Святой Дух наш Утешитель и Учитель Кровь Христа – единственная надежда на вечную жизнь Я люблю вас, мои сыновья Субтитры создавал DimaTorzok В краю средь кор и цветущей долин Текла река, исчезая вдали Прекрасней не было страны Где рождались баллады и сны В дорогу звал глаз таинственный гор Три сына там покидали свой дом Один был горд, другой упрям А третий был сердцем смирен Слова отца были грусти полны Любви моей выросли как цветы Что ждет вас там, в чужих краях Да хранит вас молитва моя И звучало в ответ эхо горных вершин Сохраните богатство души И любви нескончаемый свет Прошли года, затерялись вдали В краю средь кор и цветущих долин Встречал отец своих детей После долгих разлук и скорбей И первый сын возвратился домой Гордись, отец, я великий герой Вся власть моя и в этом суть На крови я построил свой путь Второй принес золотые дары Смотри, отец, я могу все миры Купить, продать И слезы все превратить В серебро и успех И звучало в ответ Эхо горных вершин Разменяли богатство души Ради славы и блеска момент А третий сын на коленях стоял Прости, отец, я великим не стал Смиренным был, врагов прощал Отец теплотой отвечал Душа твоя и добра и чисто И пусть богат ты и знатен не стал Но ты хранил любовь мою Я тебе свой престол отдаю И звучало в ответ эхо горных вершин В гротах сердце и духом смирен В гротах сердце и духом смирен Верный сыну наследовал трон Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona.com www.hotmail.com Или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте-Усеби, 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова